Всем привет-привет! Сегодняшнее видео будет посвящено Новому году. Я покажу, что я купила из элементов декора для дома и поделюсь с вами идеей новогодних подарков. Мы рассмотрим мои покупки из магазинов Ikea и FixPrice. В этом году магазин FixPrice очень сильно меня удивил и порадовал своим разнообразием всевозможных элементов декора для новогодних праздников. Ну а магазин Ikea, как всегда, каждый год не перестает нас удивлять и радовать новинками к Новому году. Присаживайтесь поудобнее, начинаем! Друзья, вот и наступает то самое время, когда мы начинаем подготовку к Новому году. Я не смогла не поделиться с вами моими находками и моим праздничным настроением. Я каждый год обращаю внимание на вот такие стеклянные шары со снегом. Они очень нравятся моим детям и, что скрывать, мне тоже. Шары идеально впишутся в любой интерьер и создадут волшебную атмосферу у вас в доме. Их нужно немного потрясти или перевернуть, и весь шар заполнится маленькими снежинками. Смотришь на них и вспоминаешь какие-то моменты из детства, которые так согревают душу. Также я купила вот такой новогодний светильник. Он выполнен в виде пряничного домика из волшебных сказок. Возле дома у меня стоит человечек, но можно купить с елочкой или Дедом Морозом. Его можно поставить на стол или полочку, а также повесить на елку с помощью петельки. Светильник станет символом ломашнего уюта в канун зимних праздников. При включении домик начинает переливаться разными цветами. Я игрушку на елку вешать не буду, а она станет одним из элементов моей композиции. Я ее покажу вам чуть позже. А этот светильник-ночник будет создавать в моем доме особенную атмосферу зимних и уютных вечеров. Фигурка не маленькая, высота ее 26 сантиметров. И она очень красиво смотрится в интерьере. При включении сказочная фигурка начинает переливаться разными цветами. Помимо Деда Мороза можно было еще купить гномика или снеговичка. А эти елочные веточки меня покорили с первого взгляда на них. Они очень качественные и выглядят как настоящие. Ими я буду украшать изголовье моей кровати. Но их можно и повесить, так как с одной стороны есть крючок. Мне очень нравятся заснеженные иголочки, шишки, ягоды. И я советую присмотреться к такому новогоднему декору. Следующая моя покупка не совсем новогодняя. Но этот ананас абсолютный тренд последних лет. И я решила, что он мне тоже нужен. Он будет завершающим штрихом в оформлении интерьера моей комнаты. Продается он в двух цветах. В белом и золотом. А эти веточки ели и рябины я покупала в прошлом году в магазине Леонардо. Но они сейчас продаются везде и очень красиво смотрятся. Их можно использовать для композиции. И один из вариантов давайте вам сейчас покажу. Я беру вот такой пенечек. На него кладу веточку рябины. Несколько шишек. И рядом ставлю пряничный домик. Просто оригинально и со вкусом. Также во время зимних праздников у меня на холодильнике появляются и необычные магниты. Их сейчас такое огромное разнообразие. Но мне больше всего нравятся магниты мягкие игрушки. Они объемно смотрятся и их сразу замечают гости. 2021 год это год быка. Поэтому у меня на кухне появится и вот такой маленький бычок. Решила вам показать и бумажный наполнитель. Который кладется в коробку вместе с подарком. Подарок может быть как съедобный, так и нет. Это дополнительное украшение и модный элемент. Еще для украшения подарков я покупаю вот такую атласную ленту. Она бывает разной ширины и разных цветов. Символом тепла и уюта в доме является ароматическая свеча. В Икеа их представлено очень много с разными ароматами. Фруктовые, с корицей, с ароматом хвои. Ну а рождественские чулки настоящий атрибут нового года. Их можно повесить на камин, положить на тумбу, подарить в них игрушки детям. Они выполнены из атласной приятной на ощупь тканей и выглядят очень симпатично. А напоследок я хочу поделиться с вами идеей новогоднего подарка. В Икеа я купила вот такие железные банки, которые буду заполнять разными видами печенья. Конечно же это будет имбирное печенье, линцерское, печенье снежки и еще 2-3 варианта. На мой взгляд, каждому человеку приятно получить в подарок коробочку вкусняшек и сладостей, которая сделана с любовью. Ребят, несмотря на хмурую погоду за окном, нужно настраиваться на позитив, создавать волшебную атмосферу, чаще улыбаться. Я надеюсь, что у меня получилось передать вам через экран хотя бы маленькую частичку моего праздничного настроения. И вы приятно провели время в моей компании. Желаю вам хорошего дня и до новых встреч. Пока-пока!